Две тонны мусора собрали волонтеры из Манчегорска. Экологический квест уже второй год подряд проводится при поддержке компании Нордникель и Кольской ГМК и привлекает к себе внимание неравнодушных жителей города Металургов. У народных экологов есть два часа, чтобы собрать как можно больше мусора. В рамках экологического марафона «Понеслось» в Манчегорске проходит экологический квест «Настройся на эко-волну». На старте 35 команд. Каждому хочется сделать город чище и победить. Надеемся победить. У нас название, поскольку мы все креативные в этом центре развития творчества. Назвались мы необыкновенно «Мусоровоз». То есть все, что негативно влияет на наш город, в том числе мусор, мы аккуратненько собираем, трамбуем и уносим в освояси. Организаторы экологического квеста – компания Норникель и Кольская ГМК. Поэтому среди участников много сотрудников предприятия и членов их семей. Компании не все равно, что происходит в городах присутствия. Потому что мы понимаем, что и Манчегорск, и Заполярный, и Никель – это наши населенные пункты, где компания играет значительную роль не только в сфере производства, но и в сфере развития общественной жизни. Нам хотелось бы, чтобы жители города более активно принимали участие в создании комфортной городской среды. Для народных экологов не стал преградой даже проливной дождь. За пару часов им удалось добиться хороших результатов. Весы на приемном пункте показали – больше двух тонн мусора. Автомобильные покрышки, старые оконные стекла, строительные материалы – чего только не находили участники марафона. За каждый собранный мешок – призовые баллы. Их можно копить, а можно инвестировать, потратить на дополнительные приспособления – грабли, лопаты или тележки, чтобы успеть собрать еще больше мусора за отведенное время. Мешки – это все бесплатно. Это мы выдаем изначально до старта. Тележки и другие приспособления по одному баллу. Все, кроме тележки. Тележка – 5 баллов. Впрочем, чтобы победить в ЭК-квесте, мало только собирать и сортировать мусор. Участников ждала экологическая викторина. А для того, чтобы силы не покинули конкурсантов, под надежным тентом развернулся настоящий кулинарный батл. Полевые повара готовили эксклюзивные блюда, салаты и закуски из экологически чистых и полезных продуктов. Команда девятиклассниц – пчелки. Самые юные кулинары в конкурсе. Девочки признаются, что готовить любят и дома. А сюда пришли, чтобы поддержать экологов и чтобы весело провести время. Мы любим что-то готовить дома, постоянно собираемся, что-то готовим, пробуем новое. И как-то кулинарный конкурс ближе. Мы приготовили фруктовые тарталетки. Будем делать еще потом. Мы решили разделить, сделать что-то соленое и сладкое. Уже на следующих выходных эстафету экологического квеста примут никель и заполярный. Люди уже сейчас пришли к пониманию того, что если они не сделают что-то для своего города, то это не сделает никто. Собираем мусор, собираем отдельно опасные отходы, отдельно их будем утилизировать, отдельно собираем пластик, который будет сдан на переработку. То есть у нас, грубо говоря, это не просто ты собрал все в мешок и выкинул на свалку. Это раздельный сбор мусора. Поэтому часть сдадим в переработку, часть утилизируем как опасные отходы. Впереди последний этап эко-марафона понеслось. Экологи разрабатывают свои проекты, которые помогут сохранить и восстановить окружающую среду. На реализацию этих идей Норникель выделяет гранты по 50 тысяч рублей. Подобные инициативы, объединяющие людей и технологии, позволят внести свой реальный вклад в развитие нашей страны и сделать наш мир чище.